Меня зовут Джозеф. Сегодня я нахожусь на острове Лабади в Гаите. В этом есть преимущество бизнеса на Амазоне. Позавчера я был на Бермудах, сегодня на Гаите. Я не привязан к одному острову, я не привязан к одному офису. Сегодня мой офис находится здесь, на Лабади. Я знаю, что такой стиль жизни очень многих мотивирует. Я желаю удачи каждому, кто начинает свой бизнес на Амазоне. И сейчас я хочу передать слово Дмитрию, для которого такой же стиль жизни и свободный онлайн-бизнес стал мотивацией к запуску своего бизнеса на Амазоне. Дмитрий расскажет, что же мы сделали в самом начале нашего эксперимента. Спасибо, Джозеф. Со мной сейчас в Киеве в студии находится Дмитрий. Меня зовут Игорь Кустов. Привет, Дмитрий. Привет, Игорь. Рад тебя видеть. Спасибо, что пришел. Ну что ж, начнем. Окей. Смотри, расскажи, перед тем, как мы перейдем к Амазону, расскажи, чем ты вообще занимался до Амазона? Или занимаешься? До Амазона у меня было ряд проектов, ряд бизнесов. Я люблю начинать проекты, доводить их до какого-то логичного результата и переключаться на еще один проект. Так называемый серийный предприниматель. Круто. Что за проекты? Можешь подробнее рассказать? У меня есть до сих пор действующая компания по продвижению в интернет недвижимости. В прошлом году мы заняли первое место по версии Google AdWords PowerApp. Ездили в Ирландию, получали награду. Выстроили ряд коттеджных городков. Но также были ряд бизнесов в сфере развлечения, в сфере торговли. То есть, в общем, был такой набор проектов. Это все занимало, конечно же, очень много времени. И до наших печальных, трагичных событий в Украине это себя довольно хорошо оправдывало. Но, к сожалению, рынок упал. И стало очевидно, что необходимо зарабатывать в твердой валюте. А также самой основной мотивацией надоела офисная работа, захотелось попутешествовать, надоела привязка к месту и времени. В общем, хотелось иметь бизнес, который давал возможность не сидеть здесь, а открывая компьютер на пляже или где-то в горах, вести удаленно дела. То есть, это была номер один мотивация. Круто. То есть, у тебя уже есть и был опыт до того, как ты занялся Амазоном, предпринимательством. То есть, тебе известны такие слова, как делегирование, финучет. То есть, ты уже был с опытом. Ну, да. Круто. Хорошо. Понятно, почему ты выбрал Амазон. Расскажи, какой был у тебя стартовый капитал. На что ты рассчитывал, с каких сумм начать? Я рассчитывал протестировать, вложить около 5-6 тысяч долларов и, исходя из полученного результата, принимать уже дальнейшее решение о том, двигаться ли в этом направлении, или, возможно, проявить какую-то гибкость, менять и пробовать еще раз. Как правило, в бизнесе иногда людям не хватает упорства, они стыкаются с какой-то ямой. И важно здесь не отступиться, поменять подход и попробовать еще раз. То есть, на первом этапе было около 5-6 тысяч долларов для того, чтобы протестировать вообще, научиться. Насколько я понял, сейчас дела идут уже хорошо, и ты решил увеличить бюджет на инвестиции в Амазон, правильно? Да, конечно. Сейчас он какой у тебя? Сейчас в сумме у меня проинвестировано 15 с половиной тысяч долларов. Круто. И ты собираешься еще инвестировать больше, да? Да, безусловно, потому что рентабельность инвестиций очень хорошая. И такой рентабельности сейчас в Украине я даже не знаю, в каком бизнесе можно достичь. Расскажи немножко, с чего ты, когда ты начал, мы поняли, что ты начал с 6 тысяч долларов. И какие результаты есть сейчас? Сейчас у меня три продукта. Оборот достигает 18-20 тысяч долларов. Но это не потолок, поскольку у меня заканчивается очень быстро склад, и приходится немножко сдерживать продажи по мере поступления новой партии товара. Кстати, да, это очень большая проблема, когда продажи идут, и ты не успеваешь просто докупать следующую партию, чтобы подкармливать эти продажи. Что меня больше всего поражает, что даже увеличение цены сдерживает продажи очень-очень плохо. Был пример, когда товар я поставил за 100 долларов, и все равно его покупали. Согласен, у меня был такой же пример, один в один тоже обычно по товару стоит 25, я поставил 100, его в день 4 штуки сразу купили. Сейчас склада больше нет. Да, да. Ну, я вышел с этого положения, я создал листинг под мерчант, и увеличил еще стоимость, чтобы товар доставлял ты, а не LBA-склад. И таким образом я не теряю позиций, а листинг мой продолжает находиться в зоне видимости. Круто, круто. Кстати, Дима, хотел тебя поблагодарить, что ты готов в итоге, в конце, показать свой продукт в конце шоу. Поэтому те, кто нас сейчас смотрит, не переживайте, мы обо всем расскажем в свое время. Дим, расскажи, ты работаешь сам или с командой? Я работаю с командой. Так, а кто у тебя в команде там, расскажи подробнее. У меня есть исполнительный директор, который отвечает за операционную деятельность. Он контролирует и управляет выполнением задач. Есть подрядчики, есть также люди, которые смотрят, товары выбирают. То есть ты отдельно нанял операционного директора для своего Amazon бизнеса, правильно? Да, конечно. Нового нанял вообще человек. Круто, я вообще такой подход поддерживаю. Вот. И есть ряд сотрудников, которые внутри команды получаются. И мы часть задач выполняем самостоятельно, часть задач выполняем через подрядчик. Те же самые фотографии, это делают подрядчики. Но этим занимается у нас девочка, которая понимает в дизайне. И все вместе советуемся о результате, который мы получили. То есть вот так вот. Окей. То есть у тебя есть исполнительный директор, который контролирует людей в команде твоих. Да. И плюс еще подрядчиков каких-то. Да. Смотри, обычно, когда клиенты Sales Hub начинают бизнес, они нанимают одного помощника, который впоследствии становится исполнительным директором. Ты говоришь, что у тебя три продукта. Ну, мне кажется, это много людей для трех продуктов. Чем они занимаются? Безусловно, много. Но я хочу выстраивать большой бизнес. И поэтому люблю делать сразу все так основательно. Понял. То есть ты сразу масштабно заходишь. Смотри, Дим, когда я начинал, то мне было бы выложить там 6 тысяч долларов сразу на Amazon куда-то там китайцам заплатить. Достаточно, но я переживал бы как минимум. Вот. Расскажи, чувствовал ли ты какие-то опасения или страхи перед тем, как начать этот бизнес? Бесспорно, были моменты, когда ты чувствовал какую-то определенную неуверенность. И понятно, что не хочется терять деньги. Но, как говорят, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому единственный способ было попробовать. И поэтому я перешел через эти все барьеры и сделал это. Ну, а как ты понял, что сама тема Amazon, она будет работать? То есть ты уже был как-то, я не знаю, то есть ты просто делал рекламу в интернете и понял, о, ну интересно, давай положу там 6 тысяч долларов. Или были какие-то у тебя, ну, какие-то этапы промежуточные, что ты понял, что она действительно работает? Вот как это получилось? Я увидел, как Джозеф рекламирует свои продукты. Я посмотрел другие блоги. и было понятно, что это нормальный обычный бизнес-процесс, который работает. Есть площадка, есть товары, люди возят, продают. Если это делают другие, почему я это сделать не могу? Круто. Я вообще думал точно так же. Отлично. Окей, а скажи, почему ты остановился, вот ты сейчас работаешь больше с Джозефом, но почему ты остановился на Sales Hub? Вот об этом можешь рассказать? Потому что есть же и другие ребята, которые так или иначе занимаются Амазоном. Джозеф реальный практик, который достиг успеха. И у Джозефа есть что показать. А когда люди почитают книжки или начитаются блоговь и делают очередные свои курсы, это, откровенно говоря, видно. Спросите просто у людей, каких результатов вы достигли, и покажите ваших учеников, которые тоже что-то достигли. И на этом этапе большинство школ отпадают сразу же. Согласен с тобой полностью. Мы, кстати, на этой почве и как раз с Джозефом познакомились. То есть как раз он мне первый написал, говорит, слушай, из всех вот Sales Hub я вижу, что вы, ребята, знаете. Давайте вместе работать. Вообще вопрос они. И, в общем-то, так мы и начали работать с Джозефом вместе. Окей, тогда предлагаю переходить к ресерчу в следующем видео. Спасибо тебе большое, что делишься. До встречи. Спасибо. Спасибо.